всем привет сегодня я разбираю трехкомнатную квартиру для семьи из четырех человек поехали эта квартира находится вот в таком интересном доме 2015 года выпуски можно сказать еще обкатку не прошел но при этом сам по себе дом выглядит уже немножечко устаревшим и здесь больше вопрос к архитектору почему такие дома получаются правда у меня есть версия потому что я тоже учился в институте и через все этапы обучения и проектирования проходил нас учили проектировать вот так делаются планшеты примерно так 3-4 метра в длину вот это вот именно он на нем очень красиво нарисован дом с прорисованными окошками дверями людьми и даже деревцами и выглядит это очень круто правда почему-то потом получается вот так но когда дом уже построили почему так происходит загадка на планшете красиво а в жизни не очень но тем не менее так вот получилось делается все в первую очередь в угоду архитектуре и так сказать городскому образу и ансамблю чтобы все соответствовало и вот нарисовали такой дом а потом и только потом начали нарезать этаж на квартиры и вот в этом доме который находится кстати говоря в городе екатеринбурге нарезали и получилось вот такое но это чтобы вы представляли почему такие планировки получаются мне эта планировка напоминает такой кораблик с парусом очень романтично а в жизни не очень практично как показывает практика так вот эту квартиру я сейчас буду разбирать и покажу два варианта которые мне пришли в голову совместно с заказчиком который ко мне обращался оба их я вам и покажу а вы в комментариях напишите какой вариант больше вам понравился в 2015 году когда сдавали дома им еще не придумывали красивые названия как сейчас поэтому у него просто адрес просто фучика 9 и по этому адресу фучика 9 есть замечательная квартира трехкомнатная площадью 114 квадратных метров которую нужно удобно красиво организовать для семьи из четырех человек что не так с этой планировкой давайте посмотрим буквально в течение пару минут когда мы попадаем в прихожую у нас есть только одна возможность поставить шкаф конечно мы ее используем при этом шкаф получится двухметровый неплохой но и не очень просторный для семьи то из четырех человек но тем не менее он есть и это уже хорошо у нас есть очень длинный коридор который я не люблю как вы знаете и при всех удобных случаях и возможностей я стараюсь от него избавиться и здесь я тоже постараюсь это сделать еще раз повторю что именно такие квартиры стараются покупать люди у которых семья три-четыре человека то и 5 почему потому что хотят каждому дититки по собственной комнате то есть две детских одна спальня и общая комната правда про это про общую комнату они задумываются потом здесь общая комната то есть кухня она всего лишь 14 квадратных метров и она неправильной формы с углами расставить в ней мебель всегда сложнее чем в комнате прямоугольной или квадратной формы у нас есть зал 22 квадратных метра но его скорее всего хотят использовать как детскую либо как спальню и остаются две комнаты 16 метров и 20 я подозреваю что именно эту комнату 20 квадратных метров хозяева хотели разделить пополам ну логично же 20 квадратных метров легко делятся на две части по 10 квадратных метров и в общем-то неплохие детские получаются по 10 квадратных метров правда они не учли что комната угловая треугольником и у нее есть два угла в которые мебель поставить очень и очень сложно более того как мебель не располагай вот это скошенная стена будет мешать грамотно расставить мебель и вот когда про все про это подумал заказчик уже после того как купил квартиру и не получается одного общего пространства где они могли бы комфортно проводить время что делать ну конечно кому-то обратиться в частности ко мне обратились и вот родилось два варианта сейчас я вам покажу оба это вариант номер один он предполагает одну общую комнату в которой кухня столовая и диванная группа одну спальню для родителей и одну детскую для двух детей есть второй вариант который предполагает одно общее пространство кухня столовая гостиная 2 детские 1 вместо кухни бывшей и спальня родителей сейчас подробнее о каждом варианте а в комментариях вы потом напишите какой вариант вам больше понравился и вообще напишите ваше впечатление рекомендации советы ну и так далее вариант номер один когда мы заходим в квартиру мы естественно попадаем в прихожую и очень желательно это пространство в квартире оставлять обособленной то есть когда мы зашли разделе сняли обувь и вышли из этого помещения больше пользоваться им не нужно и заходить в него не нужно чтобы не растаскивать грязь по всей остальной квартире здесь это обеспечено дальше гостевой санузел по требованию заказчиков обязательно должна быть вторая душевая кабина и второй туалет здесь это реализовано но к сожалению изначальная планировка и нарезка этажа такая которая не позволяет увеличить этот санузел и добавить в нее хотя бы раковину поэтому раковины здесь нет здесь есть унитаз и душевая кабина идем дальше дальше мы попадаем в небольшой холл из которого есть вход в кладовое помещение я дальше объясню почему все так получилось открывающиеся двери в которых ниша а в этой нише рабочий стол полки места хранения которые связаны именно с рабочим местом вот такое решение спрятать рабочее место в нишу за скрытыми дверками дверки открываются рабочее место дверки закрываются рабочего места не видно рядом с ним как я уже сказал это кладовая комната она получилась очень странной формы изнутри она будет выглядеть очень странно но какая разница это же просто кладовка в которой будут стеллажи и крючки места хранения самое главное чтобы то пространство которое за этой стеной а то есть общая гостиная кухня казалось правильно и гармоничный а так как изначально вся планировка изломанная все стены кривые косые с углами то всю вот эту кривость косость я предпочел отдать в сторону кладовой открою маленький секрет чтобы планировка получилось удачной удобной красивой в первую очередь нужно предусматривать места для хранения их должно быть не менее 20 процентов в квартире и чем меньше квартира тем больше процент мест для хранения вот поэтому здесь такая большая комната для хранения различных вещей идем дальше это общее пространство которое включает в себя кухню причем обратите внимание с островом остров на кухне это просто подарок почему потому что когда я готовлю я лицом гостям потому что остров хорошо освещается я не отбрасываю на него тень когда готовлю дальше обеденный стол который должен обязательно стоять отдельно стоящим это мое глубокое убеждение этот стол в этом проекте может раздвигаться и запросто можно приглашать гостей и всем с комфортом усаживаться диванная группа то есть диван два кресла и телевизор напротив ну куда же без него а после них у нас получается детская комната ванная комната и отдельный хоз блок в котором я расположил стиральную машину сушильную машину и остается место под хоз инвентарь находите место и возможность в ваших квартирах чтобы расположить все эти так необходимые в домашнем быту вещи стиральная машина уборочный инвентарь химия ну и так далее здесь я это место нашел в том месте где раньше был вход в спальню я его просто замуровал и сделал шкаф а где же вход в спальню а вход в спальню я прорубил через другую стенку со стороны гостиной и теперь открывая дверь мы попадаем в спальню там у нас кровать там у нас шкаф и эта территория родители когда дверь открыта в спальню эта территория объединяется с гостиной но ведь мы полноправные хозяева и гостиная и спальне правильно поэтому мы можем визуально всю эту территорию объединить например в течение дня а ночью вы дверь просто закрываете остается ванна в которой сама непосредственно ванна умывальник унитаз и рядом детская комната которую я поделил на различные зоны первая зона это зона старшего ребенка она находится за импровизированной перегородкой с противоположной стороны перегородки это стеллаж под игрушки под книжки тетрадки какие-то вещи необходимые напротив него стоит шкаф которым пользуются два ребенка ну и оставшееся место это еще одна кровать тумбочка маленький столик для детских игр и остается небольшое пространство в котором дети могут что-то делать творить ползать играть чем-то заниматься вот такой получился вариант номер один а сейчас я вам покажу вариант номер два всегда же интересно смотреть разные варианты и из чего-то выбирать при входе в квартиру все без изменений та же самая прихожая тот же самый шкаф здесь есть две точечки которые обозначают две колонны эти две колонны этот такой дизайнерский трюк они визуально разграничивают пространство одно от другого с одной стороны у нас прихожая а с другой стороны у нас сразу же начинается кухня обратите внимание эта кухня стоит буквой п у нее есть так называемый полуостров и плюс к этой кухне добавляется что-то на вроде буфета в котором можно хранить посуду че и можно поставить чайник кофе-машину да и вообще хранить какие-то сервировочные штуковины для стола салфетки например таким образом кухня получается замкнутая небольшая но при этом очень вместительная и удобная в ней есть безусловный минус нету окна точнее она есть но сбоку и чуть подальше в комнате в общей вернусь колоннам чтобы разделить визуально прихожую от кухни вот за этим и появились эти две колонны ну и кстати говоря с декоративной точки зрения они тоже будут очень хорошо смотреться почему такое решение почему кухня далеко от окна на самом деле я такие вещи не очень люблю я считаю кухня должна находиться как можно ближе к окну потому что мы очень часто там находимся готовим и рабочая поверхность кухни должна хорошо освещаться а сделал я это для того чтобы разместить отдельно детскую на месте бывшей кухни там где была кухня сейчас появилась детская комната небольшая но зато отдельная и такая конфигурация квартиры позволила сделать одну детскую вторую детскую спальню и ну достаточно большое общее пространство относительно конечно большое есть кухня как я уже сказал есть обеденный стол круглый на 4 персоны круглый для того чтобы сгладить углы дело в том что об углы мы запинаемся даже если мы их не трогаем и не задеваем телом то глазами мы об них тоже запинаемся поэтому стол круглый его легче обходить и он легче воспринимается в пространстве его можно раздвинуть и добавить стулья для гостей дальше идет диванная группа это собственно сам диван два кресла телевизор и даже пуфик какой-то можно добавить но это вдруг гости нагрянут или вдруг семейный просмотр телевизора в общем вот такое общее пространство из которого точно также я предлагаю прорубить вход в родительскую спальню только мебель я немного по-другому располагаю я ставлю вдоль длинной стены большой большой шкаф но вещей ведь правда много у всех их нужно где-то хранить а еще я предусмотрел один отсек по просьбе заказчиков как рабочее место ведь здесь больше нет рабочего места помните в первом варианте он был а сейчас его нет так вот здесь он появился в шкафу спальне точно также дверки открываются и там стол с ноутбуком сверху полки можно на них книги поставить принтер что-то еще таким образом у нас формировалась спальня для родителей собственным выходом на балкон эту часть балкона можно утеплить и туда поставить например беговую дорожку возвращаемся в гостиную из гостиной есть еще один выход где ванная точно такая же как в первом варианте хозблок точно такой же как в первом варианте и вторая детская комната которая сейчас принадлежит одному ребенку предположительно старшему хотя младший конечно расстроится и будет кричать мама почему мне маленький ему большая вот так вот всегда ему все самое лучшее как у вас происходит в семье делитесь в комментариях вот такие у меня получились варианты друзья пишите пожалуйста в комментариях что вам понравилось что вам не понравилось какой из двух вариантов вы бы выбрали ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик и до новых встреч да прибудет с вами муза